Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон С, на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, кто не знает, у меня есть мой четвертый ютуб канал, где выходят влоги каждую пятницу, и вот как раз завтра выйдет очередной обложек. Кому нравится легкий, ненавязчивый контент, кому нужно разгрузить мозги, переходить на мой четвертый ютуб канал, уверен, найдете что-то для себя интересное. В прошлые пятницу выходило вот это вот, поэтому можете пройти и посмотреть, уверен тоже, всем это все понравится. А, кстати, насчет моего четвертого ютуб канала, я там разыгрываю, ну я сейчас там поднимаю актив, но мне нужно, чтобы подписчики были у меня там тоже, и поэтому в прошлый раз я разыгрывал два зеркальца от Сан-Лоран, прошу прощения, задержался сейчас с отсылкой, долго пытались найти адреса, почтовые адреса. Тем не менее, на этой неделе я все вышлю, а сейчас я там разыгрываю вот такой вот Поли Покет. Кто фанат друзей, дорогие мои? Это лимитированная коллекция Поли Покет, как раз-таки посвященная сериалу лучшие друзья, или друзья, кто как смотрит этот самый сериал, шикарная Поли Покет. Внизу там настоящая кофейня, которая называется Central Perk, и на втором этаже у них там именно квартира, где жили эти самые, друзья, шикарная лимитированная штука от Мотель. Это лимитка коллаборации друзей с Поли Покет, поэтому подписывайтесь, через 2-3 недели разыграем там тоже, и счастливый получит подарок лично от меня с подписью, со всякими цвистульками и цветочками, поэтому подписывайтесь на мой четвертый ютуб канал, там тоже очень интересно. Даня Милохин, дорогие мои, как только он приехал в Москву, сразу на него набросилась Мизулина, что его нужно срочно арестовать, ну не арестовать, отправить в армию. Ну и, ребят, вы понимаете, сейчас настолько это все понятия перемешаны, что пойти в армию, это считай пойти на войну, это считай попасть в тюрьму, потому что все это действительно страшно. Кто-то начинает сразу говорить, ой, нужно долг отдать родине, какой родине отдать долг, люди платят налоги, это одно, а во-вторых, когда страна ведет войну, упаси боже, но только не в армию. Сразу после отъезда из России Даня Милохин постит вот этот вот сториз в своем инстаграме, он получил такие свои права, и он публикует такой, знаете, читай между строк. Здесь у меня есть права, пишет он, сидя за рулем серьезной тачки, а дальше задает вопрос, а у вас? Ну и вот, дорогие мои, не прошло и сколько недели, да, Даня Милохин объявили в розыск его. Причины его объявления в розыск, это якобы то, что он проигнорировал повестку из военкомата Анапы, откуда родом он сам, об этом сообщают РИА Новости. Несмотря на то, что он зарегистрирован сам в Москве, его именно прописка, как оказывается, в Анапе, в Краснодарском крае, Даня, числится еще с 2018 года, и оснований для срочки у 21-летнего блогера нет. Однако тут же вроде как опровергли эту всю тему, что вроде как розыск это ложная ситуация, закону начать его можно только по причине неявки в военкомат, а синий призыв еще не начался. Кроме того, в базе МВД дела на тиктокера не обнаружили. Ну, вы знаете, ребят, одно дело то, что нам говорят по закону, это не... по закону это нельзя, это все фильки на грамот, это все растут, а на самом деле, я думаю, ничего это не раздут. И останься он в России, остался бы он не выездным, завели бы дело о дискредитации войск, еще какой-нибудь ерунде, и в итоге все равно бы отправили его в армию. Сам Даня Милохин опубликовал у себя вот этот вот пост. Теперь страшно пишет он, как раз комментируя этот самый пост о том, что он находится в розыске. Но фотка красивая, красивая Даня фотка, реально красивая фотка. И знаю, сейчас у него реально сложно и с деньгами, и в отношениях у него тоже все очень сложно. Жалко мне, дорогие мои, когда людей пугают. Вы понимаете, дело Дани Милохина, оно чем интересно? Оно не интересно Дани Милохиным. Даня Милохин это просто публичная личность, которая в свое время спел гимн Украины, который послал куда подальше, первый канал с его проектом. То есть это все в общей куче, но тем не менее, да, люди-то смотрят, люди-то видят всю вот эту вот возню. И люди, уехавшие парни, конечно, мы говорим про парней, уехавшие сейчас из Российской Федерации, так как боятся того же призыва в армию или, упаси Боже, повестку на войну, они смотрят на ситуацию с Милохиным. Именно вот эта вот ситуация с Милохиным показывает, что если вы уехали, вы плохие. А если вы вернулись, вы должны ответить за то, что вы уехали, за то, что вы смогли, посмели спеть украинский гимн. Людям будет страшно возвращаться. Вы понимаете, как бы много они сейчас не говорили, не обещали, что все будет хорошо, что все будет в порядке. Люди боятся. Я бы, например, был бы я с российским паспортом, был бы я из Российской Федерации, если бы я уехал. А уезжать надо. Никому не нужна война. Господи, да конями, дорогие мои, господа законотворцы, сидящие в Кремле, в ваших войнах участвовать, это себя не уважать. Миру мир, милые мои, нет войны. И никаких других аргументов здесь быть не может. Боже мой, сейчас наблюдая за ситуацией на Нагорном Карабахе, одно на одно. А все же тогда жаловались, помните, на пандемийный год. Вот, наверное, 23-24-й покажет всему человечеству, где раки зимуют. Доказала, что душой она с Россией, милые мои. Здесь мы, конечно, говорим про Ани Лорак. Закончилась проверка в отношении нее. Выяснилось, что со стороны контролирующих органов к Лорак больше нет вопросов. Виталий Бородин опубликовал официальное заявление вот этих всех этих проверок, да. Сообщая, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. В ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. Это ответ на ваше обращение. Каролина Куёк. Это такая официальная имя и фамилия. Ауч. Да, здесь, конечно, может, над фамилиями сутить нельзя, но Каролина Куёк, она прям, дорогие мои, заслаживала такую фамилию, которую прям быстро произнесешь. И можно даже оскорбить человека. Все вопросы, которые нас волновали, они сняты. Каролина Куёк числа перед законом. Поэтому предлагаю больше не мучить ее громкими заголовками в СМИ. Да, дорогие дорогие мои. Украинка Каролина Куёк, а также известная как Аня Лорак, чиста перед Российской Федерацией. И ее душа открыта всему российскому. Ужасно, ребята. Ужасно. Это все настолько ужасно, сколько вообще может быть. Вот теми Тани. Я уже много раз повторюсь, да, про эти корчи украинских звезд, которые пытались изначально, да, уехать за границу, устроить как-то жизнь. Но не получается. И приходится им поджав хвост, придав свою родину, вернуться в Российскую Федерацию, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Опять же, Каролина Куёк, ребят, серьезно. У нее были когда какие-то вообще принципы. С 15 лет жила она своим продюсером. Туго знала она свое дело, да. Вот люди видят цель, не видят никаких препятствий. И Каролина Куёк, а не Лорак, да. Именно из-за этой когорты людей, для которых вообще плевать на всех и на все, дорогие мои. Потому что хочется стать звездой, хочется стать богатой, хочется вырваться из-под гнета дяденьки взрослого продюсера. 15 лет, хотя мы точно знали, да, перед кем мы все там раздвигаем и какие цели мы пытаемся достичь. Интересно, ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, София Стужук. Вот уже дно украинского блогинга, да. Она сейчас поплатила за свою пророссийскую позицию, дорогие мои. Украинцы сорвали ее мероприятие. Кто не знает Стужук, ее мужик отдал богу душу во время коронавируса. И она одна из тех, кто пропагандирует это самое безумие. Рождение в бассейнах, давайте под лестницей там, как кошка родим очередного ребенка. Сколько у нее сейчас? Трое, четверо, да. В Латвии она жила, потому что нашла себя на Латыша. Парня из Латвии она себя нашла. И жила она там со времен начала войны. Вот война началась, буквально несколько месяцев она переехала в Латвию. Она планировала в Варшаве провести публичную тренировку вместе с подписчиками. Однако находящиеся в Польше украинцы не позволили это сделать. Они вышли с плакатами против Софии Стужук, которая недавно показала свою пророссийскую позицию. Пророссийская позиция, она, ребят, предельно ясна и понятна. Нет войне, и вы должны это озвучить. Да, а если мы молчим... Ну, София Стужук, она же не просто молчала. Раньше она уже находила оправдание массовому дару по Украине. По словам Софии Стужук, Россия запустила ракеты на города из-за того, что украинцы радовались ударом по Крымскому мосту. То есть Стужук, несмотря на то, что она украинка, она прям украинка-украинка, да? Хотя, опять же, дорогие мои, украинка-то она украинка, но еще до начала войны она называла себя русской. Вот эта вот забавная ситуация с украинцами, которые не могут определиться с собственной идентичностью, собственной национальностью, да? До войны называли себя русской, после войны называли себя украинкой. Удивительное количество, конечно, россиян, которые всю жизнь русские, навскользь русские. Тоже помните, как его Женя Эванс, который сейчас в Америке, он там всем направо-налево утверждал, что он украинец. Потому что, будучи украинцем, сейчас получаешь огромное количество плюшек. И к тебе отношение более лояльное, чем к русским, да? И, опять же, сейчас ходишь по городам Европы, смотришь огромное количество несовершеннолетних, играющих там на скрипках, там на каких-то музыкальных инструментах, которые стоят обвешаны украинскими флагами. Украинские ли это дети? Я не знаю. Но то, что украинский флаг сейчас, вот когда стоит там ребенок на скрипке и играет, и украинский флаг, ну, конечно, по-больному, ну, конечно, давят на все эти эмоциональные кнопочки, что когда ты видишь, вроде, ну, ребенок с украинским флагом. Вы знаете, я ненавижу себя за цинизм, я ненавижу себя за все за это, но я настолько давно в этом циничном мире, как шоу-бизнес, как светской вот этой хроники, 5 лет мы здесь обсуждаем это на ежедневной основе, и огромный циник стал. Я стал огромный циник. Несколько раз мы пиарили здесь все 5 лет, может быть, 3-4 раза мы упоминали приюты, которые не являются приютами. Приюты животных, понимаете, я не люблю это комментировать, потому что таким образом мы отобьем охоту помогать приютам, которые действительно помогают братьям нашим меньшим. Но люди ужасные, люди ужасные, и нет ничего святого у них, и зарабатывают они на бедных бездомных животных, и зарабатывают они на улицах, обвешившись украинскими флагами. Если это украинские дети, здорово, но я становлюсь циником. Я уже не верю никому и ничему, я знаю, чтобы заработать деньги, люди идут и на большее, да. А вот, пожалуйста, София Стужу, публичная тренировка, Софа, да, серьезно, в Варшаве, ты же русская. Твои слова, ты же русская, до войны ты говорила, ты русская. И оправдываешь удары по Украине, потому что вроде как украинцы ударили по мосту, да. То есть находила какие-то аргументы, зерна здравого смысла во всем этом. Позор украинского народа. Вы знаете, я в шоке от двух вещей. Какая сильная украинская нация, сплоченная вокруг своей национальной идеи, и люди идут защищать свою родину. И в то же время, какое огромное количество украинцев, вот сейчас, да, для кого-то война, для кого-то мать родная, и зарабатывают они денежку. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Помните, мы говорили про Буланову и про ее замужество со молодым мужиком, да. Она его старше лет на 14, я хочу сказать, да. Она сыграла этим летом свадьбу с 35-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым после трех лет отношений. Он вроде как, как утверждается, купил ей дом за 50 миллионов рублей в Питере. Сам Валерий работает в Москве, она живет в Питере. Она рассказала, что они встречаются очень редко, периодически, они живут раздельно. Цитаты. Меня это не пугает, я не знаю, что там дальше будет. Но пока он не готов жить вот как вместе, да. И значит, у них не было медового месяца, потому что у них сложный график и все такое. Он все равно живет там, где я живу. Я живу в Питере пока. Он, конечно, может выбрать, где он живет. Вот эта вся тема, это, знаете, я не могу понять, а зачем мне нужно было это? Зачем мне нужна была вот эта вот свадьба? Зачем Тане Булановой нужна была эта свадьба? Я напомню, что когда проходила вот та самая свадьба, у меня был просто забит директ моего инстаграма и телеграма. Кстати, пишите любую информацию, я всем очень благодарен за все, что вы пишете. Делитесь чем? Вы всегда остаетесь анонимными, а мы с огромным удовольствием принимаем вот эту вот всю информацию и обсуждаем ее на этом канале. Писали огромное количество девчонок, что спит он с девчонками за ее спиной. Да даже там не столько за ее спиной. Я не понимаю вот этот вот арренджмент. Вот это вот, что это за проект? Я хочу знать, потому что я не верю, что это любовь, потому что он постоянно изменяет ей. Он постоянно и хронически флиртует с женщинами. И сейчас, как оказывается, они живут на два города. Ребят, вот зачем? Зачем нужен был вот этот вот расчерк в паспорте? Кому это было нужно? Я не понимаю, какие вообще в принципе свадьбы? Зачем вам это нужно? Повторюсь, я циник, в любовь я там не верю. Живут они раздельно, изменяют он ей направо-налево. Значит, что? Какая была цель? Чтобы в армии не... Я не знаю, какая может быть цель? Кто знает вообще все вот это шарашки на контору? Потому что, когда люди делают публичные заявления, они дают нам зеленый свет обсуждать это все. Но давайте обсудим. Очень все это интересно. Вы знаете, если уже начали говорить сейчас про странные отношения, садап-комик Слава Комиссаренко оказался, ну, таким прям-таки кук в чистом виде, да? А удачно женился на вебкамщице. Значит, Слава Комиссаренко женился на молодой девушке, чей основной заработок это вебкам. Он из Беларуси сам, да? Красивая ли девочка или нет, я не знаю. Ну, симпатичная, но так, чтобы сказать, что прям красота неимоверная, я это сказать не могу. Ходят слухи, да? Говорят, вроде бы, что ему нужно было американское гражданство. Ну, получается так, да? Или хотя бы право въехать в Америку. Ну, везде ему что-то отказывают, никуда он не может въехать, нормально. Скорее всего, для того, чтобы, наконец, получить все доки для ВНЖ в Штатах. Я не могу понять, она сейчас в Штатах? Где они сейчас находятся? Почему это так все преподносится? Потому что, опять же, у этой самой девочки, вот ее, пожалуйста, вебкам-страница, где она продает свои изображения, там, видео. Ну, вебкам, ребят. Еще хорошего друга и любовника, который поможет мне освоиться в Москве. Значит, Юлия, 25 лет. Она еще не успела поменять ту самую надпись. И я не буду осуждать ее за ее профессию. Еще хорошего друга и любовника, который поможет мне освоиться в Москве. Знаете, у меня огромное количество вопросов ко всем, у кого очень странные семейные отношения. Кто вообще знает, что про комиссаринг? Мне прям интересно, что за тема с вебкам-моделью. Ну, и неужели такая любовь к Марковску аж пришлось расписаться? Я обсуждаю сейчас, что Тимоти Шаламея уже не скрывает свои отношения с Кайли Джейнер. Для меня это был какой-то пиар века. Я не верю в те самые отношения. Но даже если допустить тот факт, что и Тимоти, и Кайли Джейнер два человека из настолько разных вселенных внешне, для меня очень важно, чтобы пара гармонично смотрелась вместе. Симпатичный. И Тимоти вообще красавчик, да? Они оба красивые, да? Но красивые, как жираф и касатка. Чистая правда, да? Вспоминаются вот эти вот карикатурные пары, которые, например, я тоже часто вижу на улице. Например, когда она такой крейсер. Варяг. А он доцент-филателлист в подтяжках. Я не понимаю таких отношений. Учитывая, зная маму Кайли Джейнер, можно ожидать всего... Не Кайли, как же ее звали? Мать, короче. Зная, насколько беспринципная та самая мама Джейнер, да? Ожидать можно, в принципе, всего. После того, как мать удачно раскрутила всю эту империю Кардашьян Джейнеров за счет интимной видеокассеты с участием Ким и на тот момент ее парня, миллионы заработали. Не просто даже миллионы заработали, они дали джамп-старт карьере абсолютно всему семейству. Понимаете? Это тот момент, когда слив интимной вот этой вот пленки отдал зеленый свет и обогатил семейство неимоверно. И поэтому, когда я вижу эту вещь, знаете, такое неприятное у нее лицо, она, возможно, милый человек. Но вот это вот ее хроническое состояние ненависти ко всему окружающему миру, она меня не отпускает. Но она смотрит на мир так, дорогие мои. И когда я смотрю на это уставшее от всего лицо, да, глубокая миллиардерша, да, молодая девочка, но какой темы тяжелой. И Кали Джейнер, я сейчас помню другую. Помните тот самый мем? Стоит такая огромная-огромная толстая тетка и наклеивает локатик. Потерялась собака. А в это время у нее собака зажата между булками. Но она села на нее. Ну, короче, вот такое вот. КПРФ просит об отставке Эльвиры Набиулиной. Фракция потребовала вызвать ее в Госдуму, дорогие мои. По данному источнику осторожной медиа, привет, Собчак, коммунисты выступают за то, чтобы главу Центробанка не перезбирали на второй срок. То есть фактически они за ее отставку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал КПРФ, но только в части приглашения Набиулиной на встречу. Ориентировочная дата это 10 октября, милые мои, когда мы здесь говорим про Набиулину. И Сергей Миронов публикует следующее. Глава Центробанка Набиулина должна уйти в отставку из-за прямого нарушения статьи 75 Конституции РФ, согласно которой основной функцией ЦБ является обеспечение устойчивости рубля. ЦБ свою задачу полностью провалил. И разговорами тут нашей валюте уже не помочь. Нужны перемены. Неимоверно забавнейшая тема с Набиулиной. Вы знаете, я смотрю на этот цирк, да? Конечно, сейчас просто необходимо найти левого человека, на которого нужно свалить всю вину. То есть гигантское количество санкций, конечно, они работают. Конечно, может быть не в тех масштабах, но, конечно, они работают. То, что нефть, газ практически не поставляется в Европу, это те факторы, которые способствуют обвалу рубля. Вы знаете, я посмотрел буквально на днях шокирующее видео. Что сказать за люди, да? Лядова. Мне кажется, это Лядов. Про Иран. Про иранские санкции. Про жизнь в Иране, где вроде все запрещено, и в то же время что угодно можно достать. То есть теоретически выпивка запрещена, но достать ее можно. Это будет какая-то пай. Вроде все запрещено, но, тем не менее, 13-й айфон ты купишь, конечно, за 2,5 тысячи долларов, но ты его все равно купишь. Пускай это будет по безумным ценам, ты все равно его купишь. Свободы вроде есть, а вроде их нету. Ну и, конечно, полнейшая нищета. Когда чашка кофе у них стоит миллион в эквиваленте валютном, миллион, да? Карта не работает. Вроде жизнь идет, но нищета повальная. И цены, они безумные. Тот же 13-й айфон стоит, не знаю, там 2,5 тысячи долларов или евро. И вот ты смотришь на это все, и ты понимаешь, что даже в контексте Ирана у России больше санкций. И долгоиграющая эта история, а эта история будет долгоиграющая, она, конечно, даст о себе знать. Рубль обвален, я не знаю, виновата ли она непосредственно, как глава Центробанка, да? Но мне кажется, здесь комбинация всех вот этих вот факторов, которые в итоге дают нам то, что рубль летит в бездну, а виноватого найти нужно, необходимо, да? Нужно дать на растерзание публике эту самую жертву. Виновник обвала рубля. Ну, посмотрим, как следующий из Центробанка сможет выправить эту самую ситуацию. Экономисты есть у нас, ребят? Давайте пообщаемся в комментариях, потому что в данном случае я как чайник, я просто по вершкам хватаю и доношу информацию, а вот на эмоциях мне комментировать не надо, потому что мне хотелось бы послушать именно мнение от людей знающих, от людей профессионала. Давайте пообщаемся в комментариях. И, конечно, напоминаю, что у меня есть мой основной канал, где видео уходит каждую субботу. В прошлую субботу вышло гадание на Урган ТП. Ссылки можете пройти по своей, и подписывайтесь, там у меня очень интересно. В эту субботу будет шикарное гадание. Ну и, конечно, хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать нас донатом, дорогие мои. Супер спасибо. И это сердечко сразу под видео. И со спонсором на канале 2 доллара в месяц. Ну и если хотите получить видеооткрытку лично от меня, записанную специально для вас, Бусти. Есть Бусти, через Бусти кидайте нам донат и взамен получайте видео. Поздравление, видео привет от Антона записано специально для вас. Конечно, благодарность всем, кто поддерживает приюты. Проверяйте приюты, которым вы помогаете. Ну, обязательно помогайте, ребят, потому что мы единственная комьюнити в русскоязычном блогинге, которая доказывает всему миру каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Лично я благодарю всем спонсорам канала. Спасибо, милые мои, за поддержку. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Мне очень интересно. Ну и, конечно, завтра шикарный вложик на моем четвертом YouTube-канале. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok